Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кроме того, следует... Продолжение 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 следует... Следующее направление работы – это следователи-криминалисты наделены определенными функциями процессуального контроля, что отличает их от простых следователей. Следователи-криминалисты имеют право изучить материал проверки, изучить уголовное дело, подготовить по нему указания о производстве следственных действий, о ходе расследования дальнейшего и также поставить перед руководителем следственного органа вопрос об отмене принятого следователем процессуального решения, например, о приостановлении предварительного следствия или об отказе в возбуждении уголовного дела. Ну и важная достаточно функция наша – это методическая работа. То есть мы проводим стажировки следователей, проводим учебные занятия, разрабатываем различные методические рекомендации. Что касается того, что кто приходит работать следственным криминалистом, ну тут ответ на этот вопрос достаточно очевиден. Это наиболее опытные следователи. Я скажу, что я был переведен в отдел криминалистики после 12 лет следственной работы. И вот в настоящее время в нашем отделе нет ни одного сотрудника со стажем работы менее 10 лет. Скажите, пожалуйста, ну вот на ваш взгляд, все-таки ваша профессия – это в первую очередь какая-то такая трудовая деятельность или же все-таки призвание? То есть человек должен родиться вот с этим чувством того, что он впоследствии станет следователем, даже следователем-криминалистом? Невозможно отрицать, что это трудовая деятельность, безусловно, это так. Но на мой взгляд, безусловно, должно быть призвание. Приходится видеть ребят, которые приходят на службу в следственный комитет с настроем, что это обычная работа. Ну нет, здесь прежде всего требуется полная самоотдача, умение решать сложные вопросы, где-то прыгать выше своей головы, можно так вот сказать. Поэтому все-таки это призвание. Если человек такими качествами не наделен, ему лучше в следственную работу не соваться, извините за такое слово. Но сейчас, в настоящее время, в следственном комитете, в принципе, механизм достаточно такой эффективный в плане того, чтобы не приходили лишние люди. Во-первых, сейчас уже и учреждения образовательные, высшее образование функционирует. Когда вот к нам на службу приходят ребята уже с погонами лейтенантскими. То есть идут, они уже знают, куда идут, они уже отучились несколько лет, чтобы стать именно сотрудниками следственного комитета. К тому же существует механизм такой, как общественные помощники. То есть ребята приходят, будучи студентами, ходят, помогают следователям, им выдают удостоверение общественных помощников. Они смотрят в течение достаточно длительного времени, что это такое работа следователя. И у них есть такая возможность, ну скажем так, передумать. Скажите, пожалуйста, ну вот, наверное, с высоты вашего опыта, я так понимаю, вы работали и в 90-е годы, и в последующие годы. Сегодня с какими преступлениями приходится сталкиваться, как правило, какой сложности? И как часто у нас происходит раскрытие дел в нашем регионе? Криминалистика, в принципе, и в 90-е годы, и сейчас основное внимание уделяет особо тяжким преступлениям против личности. То есть это убийства, которые были и в те годы, которые и сейчас совершаются. К счастью, значительно в меньших количествах, по сравнению с 90-ми годами, но все же совершаются. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Что касается тенденций, которые отмечаются в последние годы, то преступность уходит в интернет. Это, наверное, ни для кого не секрет. Думаю, все средства массовой информации читают, например, сколько мошенничеств совершается при помощи обычного мобильного телефона. Это сфера деятельности коллег из органов внутренних дел, я поэтому не буду там в дальнейшем комментировать. Что касается нашей деятельности, то, к сожалению, в интернет уходят преступники, которые совершают противоправные деяния против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе малолетних. Я думаю, тут понятно, о чем идет речь. Не стоит развивать эту тему, но, пользуясь случаем, только хотелось бы сказать, что, конечно, причиной таких преступлений во многом является бесконтрольность подростков, детей со стороны взрослых. То есть нужно следить, что ваш ребенок делает в интернете, тогда он не станет жертвой преступления. Андрей Валентинович. По поводу раскрываемости продолжаем. По поводу это, часто ли происходит раскрытие. Так даже вопрос ставит неправомерно. Они происходят буквально ежедневно. Более того, я вам скажу, что на текущий момент, вот в этом году, у нас стопроцентная раскрываемость убийств, стопроцентная раскрываемость преступлений, фактов тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности и изнасилований. Это не значит, что нечем заниматься. Есть преступления нераскрытые, которые там остались нам с прошлых лет. Занимаемся этим тоже. Иногда даже получается. Ну вот на ваш взгляд, мы сейчас обычные обыватели, в принципе, как правило, не так много знаем про работу вашего органа, других органов, но многие из нас читаем книги, смотрим фильмы, сериалы. И, как правило, в различных историях, и придуманных, и основанных на реальных событиях, мы сталкиваемся с тем, что у каждого следователя есть какое-то особенное дело, с которым он сталкивается в период своей карьеры, делом, можно сказать, всей своей жизни, преступления, которые он расследует на протяжении очень многих лет. В вашей карьере, в вашей деятельности встречалось подобное? Если не секрет, то что это было за дело? Сейчас вы меня немножко в неловкое положение, может быть, поставите, потому что я не хочу, например, говорить про свои конкретные дела, все-таки следствие это труд коллективный, это безусловно, то есть работают и оперативники, то есть сотрудники уголовного розыска, и нельзя отрицать роль, скажем так, старших товарищей, то есть которые осуществляют надзор за ходом расследования, руководство. У меня, особенно за годы работы в отделе по расследованию особо важных дел, было множество, ну не множество, такое хорошее достаточно количество интересных дел, то есть мне приходилось как минимум четыре дела расследовать о серийных убийствах, но все же, вот просто этот вопрос мне уже задавали, например, те же кадеты, у нас есть кадетский класс следственного комитета, даже два кадетских класса, они приходят к нам на занятия, которые я провожу, и мне такой вопрос кадеты любят задавать. Я привожу пример такое дело. Мне еще в годы работы в прокуратуре досталось уголовное дело, вроде бы уже с установленным обвиняемым, то есть сын, по версии следствия, по версии моих коллег, убил мать, застрелил из пистолета, по их версии. И не хватало доказательств. Мне дело передали, чтобы я, скажем так, нашел дополнительные доказательства и обеспечил направление дела в суд. Проблема для меня состояла лично в том, что я столкнулся с тем, что чем больше я ищу доказательства вины, тем я больше сам убеждаюсь в невиновности человека, который арестован, который сидит под стражей. То есть потребовалось, скажем так, определенное усилие волевое, определенная принципиальность, чтобы убедить руководство, что человек действительно невиновен, действительно подвергалось сомнению, причем со стороны руководства подвергалось сомнению. Но все-таки мне это удалось. То есть в отношении него уголовное преследование по поводу убийства, его матери было прекращено. Но это, слава богу, этим дело не закончилось. Расследование продолжилось. И спустя 4 года мы нашли настоящего убийцу. То есть мы нашли и орудие убийства, пистолет из которого она была, эта женщина, застрелена. И вот действительно такой случай со мной был единственный раз, когда я допрашивал человека в качестве обвиняемого, а спустя 4 года я его ознакомил с материалами уголовного дела, уже как потерпевшего. И его слова искренней благодарности было очень приятно слушать. Поэтому я сторонник такой позиции, что нужно всегда разбираться перед вами судьба человека. Вот это дело мне очень запомнилось на всю жизнь. Спасибо вам за ответ. Но если все-таки возвращаться к теме интернета, к теме книг, фильмов, то, как правило, мы часто, вот те же самые простые обыватели, видим еще один очень интересный факт, что у следователей, как правило, не хватает времени на личную жизнь. То есть человек в погонах, можно сказать, сталкивается с выбором, все-таки создавать семью или полностью погружать себя в профессиональную деятельность. На ваш взгляд, сегодня ваши коллеги, может быть, вы сам, как совмещаете вот эти два важных фактора жизни человека? Это возможно совмещать. Безусловно, не отказываются следователи от личной жизни, они отказываются от семейной жизни, монахами не становятся. У многих есть семьи, дети, хобби, увлечения. Да, случаются в жизни периоды, именно связанные с профессиональной деятельностью, когда не спишь ночами, неделями работаешь допоздна, когда приходишь домой, семья уже спит, себя не видит, твои близкие. Вот, где-то там работаешь без выходных, иногда даже часть отпуска проводишь на работе. Такое все, все это случается. Но, тем не менее, есть и отпуск, бывают и выходные полноценные, бывают и периоды, когда вовремя уходишь с работы, такое тоже бывает. То есть личная жизнь для следователя – это не запретный плод. Спасибо. Андрей Валентинович, сегодня в Ульяновске, да и, наверное, по всей стране, очень большое количество молодежи, которая закончила школу, стремится попасть в университет, поступить. И, как правило, большая часть гуманитарно настроенной молодежи выбирают для себя юриспруденцию. Как вы считаете, стоит ли молодым, амбициозным людям пробовать себя в криминалистике, становиться следователем, ну и, соответственно, покорять вершины вашей профессии? Ну, подумать об этом стоит, потому что какие плюсы? Это, безусловно, интересная профессия. То есть, говоря про себя, если бы я по окончании юридического факультета, надо сказать, что я пришел на работу в прокуратуру в 98-м году, еще будучи студентом выпускного курса, пятого курса юридического факультета, мне мною, прежде всего, двигались такие соображения, что это интересная работа. Но я имел возможности ее наблюдать. То есть, я ходил на практику в прокуратуру, приходил в свободное от учебы время, помогал следователям прокуратуры, и я уже про эту работу многое знал. Поэтому то же самое рекомендую и студентам. Если задумались о таком выборе в своей жизни, то лучше прийти к нам в следственное управление, в отдел кадров и попроситься попробовать себя в роли общественного помощника следователя для начала. Это займет длительный период, но позволит оценить работу со стороны, позволит где-то там ей проникнуться в каких-то моментах и уже принять решение, стоит ли идти работать. Андрей Валентинович, спасибо вам большое за интервью. Мы желаем вам, чтобы все-таки преступность в нашем городе, в нашей области, она как можно быстрее сокращалась, количество дел уменьшалось, а те дела, которые есть, быстрее раскрывались. Это была программа «Гость в студии», я ее ведущий Максим Писарев. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова